Добрый день! А за что вас остановили, батя? Ну честно, я тебе помогу! На конце настоя, обогнал трактор, мы кинотянем сейчас. А они за тобой ехали или что? Да вот стояли. А что хотят? Денег, наверное, хотят, да? Ну честно скажи, ну денег же ж хотят. Шесть месяцев лишения. Шесть месяцев лишения? Да. А ну выйди сюда. А мне в больницу. Я тебе говорю, выйди сюда. Шесть месяцев лишения, ты что вообще с ума сошел? Аварийная ситуация. Документы сюда вернул. Аварийная ситуация. Аварийная ситуация? А ну покажи на видео. Аварийную ситуацию. Да не снимали. Я трактор работал. Документы вернул. От самой Южной. Закройте дверь. Документы вернул. Кому? Водителю. Вернул водителю. Вы что, охереться или что? Лишение шесть месяцев? Аварийная ситуация. Покажи на видео, где, блядь? Да потому что ты ехала, понимаешь? А ты их кто? А ты что? Ты что вырубаешься, не могу. Какой шесть месяцев? Тише, тише. Шесть месяцев какие? Бать, иди сюда. Представься, кто ты будешь такой. Кому? Мне. Гражданину. Особе. Что разговариваю? Бать, не уезжайте, пожалуйста. Не уезжайте. Сейчас с вами поговорим. Отец, иди сюда. Не надо. Ты понимаешь, что тебя хотели развести на деньги? Да не, не делай, нечестно. Но хотели забрать права, понимаешь? Права забрать? Да. Все, езжай, байс. А куда ты едешь, дружище? Куда ты едешь? Куда ты едешь? Куда ты едешь? Руками меня не трогай. Руками не трогай. Сразу предупреждаю. Руками не трогай. Выйди сюда. Покажи свою сужбовую посвечку. Сужбовую посвечку. Сужбовую посвечку. Выполни закон о полиции в 18-ю пункте. Почему нет? Потому что. Почему нет? Потому что я вижу перед собой просто оборотней. Сужбовую посвечку. Я говорю, покажи. Ты меня слышишь? Сужбовую посвечку. Нет, я сказал. Почему нет? Потому что вы здесь занимаетесь разводиловом. Почему нет? Сужбовую посвечку. Но 20-803-14. Покажи. Почему? Я говорю, покажи. Сужбовую посвечку. Отойди. Сужбовую посвечку. Кому? Сужбовую посвечку. 20-83. Жетон не читается. Не читается. Да, я посмотрю жетон. Жетон не читается. Жетон, покажи, говорю. Я не вижу. 20-803-1719. Сужбовую посвечку. Кому? Мне, гражданину. Кто ты такой будешь? Полицейский, не полицейский. Я показал. Кого ты показал? Выполни закон о полиции. 18-18. Пункт 3-й. Это расстояние метра. Да забыл у тебя. Выполни закон о полиции. Жалко показать нестарение. Ну такая хуйня. Что ты выдрачиваешься? Выдра... Ээээ... Них... Вообще не могу прочитать. Прочитай, пожалуй. Них... Читай. Них Кярюк. Антон Евгеньевич. Полицейский СЛ та МТЗ ВП. А что такое 20-83-1819? А что такое? Расшифруй мне. Что? СЛ та МТЗ. Обязанно расшифровывать. Ну я же не могу понять. Может ты должен в райделе вообще сидеть? Я тебе показал, Достой. Ваша служба упасечна. А ехали, а нас вызов. Какой вызов? Подождите. Вызов. Вызов подождите. Дегтярёв, Артём. Вы два брата, что ли? Отсчитайте. Однофамильцы. Дегтярёв, Артём Евгеньевич. Полицейский ВПП. 2083-720. Соответствует. Мищенко, Сергей Александрович. Инспектор СРПП, ВП. 2083-728. Покажи свою судьбу посвященную. Сейчас поедете. Конечно, поедете. Что там, деньги прячешь или что? Деньги прячешь? Кошелёк. Ну так а что ты прячешь? Это моя личность. Дальше. Ты знаешь, что при себе ты не имеешь права носить финансы? Кошелёк говорю. А там находятся другие документы ещё. Ну ладно, показывай. Да, пацаны, разводите вы тут крепко. Лишение полгода. 122-я, час 4-я. Да что ты говоришь? Смотри. Сапогин Олег Сергеевич. Инспектор Сектору Мониторингу. Не вижу номер жетона. 2083-4. Тем более, ты мониторинг. Поэтому, статья 122-я, 4-я, создание аварийной ситуации. Либо штраф, либо лишение. А теперь вопрос. А теперь вопрос. Теперь вопрос. Это другой вопрос. Есть 251 доказы? Это уже другой вопрос. В смысле? Прямо. Вы дедушки говорите о том... Вы сказали про лишение, сказал да. Там такое есть. Я ответил на этот вопрос. А я тоже про дедушку, про лишение, про доказы. Это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос? Скажи мне, пожалуйста, у тебя видео было по поводу того, что он нарушил? Трактор подъедет, должен был подъехать на 50-е веселье. Он не должен был. Вы его должны бы, вас тут четверо. Нет, еще раз. Но он все впишет. Человек торопился. Неважно. Вы человека хотели развести на то, что... Это мое мнение. Да не мое мнение, пойми, не мое мнение. Ты что, сказал гражданин, что мы его разводим, берем деньги? Это требует денег? Он же сказал, хотим создать материал. Вы изымать собрались по свечению водея. Это создание аварийной ситуации. Покажи видео, я извинюсь, и уеду. Я извинюсь, перед вами... Трактор написал, пока... А этого достаточно. Объяснение свитка. Достаточно по 251-й. Конечно, конечно. А если он скажет, что у меня стволы лежат сейчас в машине, тебе тоже это будет достаточно? Но это нет. Нет, то же самое видео. Где это? Где? Показано. Как заявление, человек скажет, что я видел, что у него стволы, мы обязаны будем, да. Я тебе заявляю, у меня стволы в машине. Ди кричи. Ну я тебе заявляю. Что, что? Ты посторонний человек скажет. Я тебе говорю, что я взял какую-то машину, у товарищ. А при том, потому что если бы я не подъехал, я клянусь, вы бы изъяли бы у дедушки права, а потом бы вымогали. Потому что я хочу, чтобы вы до меня, до своё мнение. Это не моё мнение. Не изымается водительское то, что уже может вымогать, если мы уже изъято по моему периоду. Какой-то о чём речь? Ещё раз объясняю. Вы не можете без будь каких доказательств. Смотрите, подожди, смотри, смотри, подожди. Ещё раз я скажу, я задаю вам вопрос. Можно я скажу? Можно я скажу? Если та же инспектор, любой инспектор полиции, заставляя материал, с вашей точки зрения, совершает какие-то противоправные действия... Обжалуйте их в суде. Нет. Если совершает противоправные действия, совершает какую-либо ошибку при составлении материала, либо что-либо подобное, то, что вы считаете неправильным. Не те доказательства, и д д д и т п. Обжалуйте мои действия в суде, я же сказал. Материал, в данном случае, если что-то изымается, постановление не выписывается, вы-то знаете, направляется в суд, правильно? И суд... Естественно, протокол... Вы должны обязаны были протокол... Учитывая... Учитывая... Подожди, что вы не дергаете, передурник. Учитывая все обстоятельства дела, вы принимаете решение, правильно? И если мы в чём-то не прав, инспектор, я или кто-то другой, или вообще... Пацаны, ещё раз, я вас слушаю. Можете меня теперь услышать. Я вам объясняю. Не вопрос. Нарушил, а там навстречку выехал. Задаю ещё раз вопрос. Видео доказательств есть? Именно видео доказательств. Всё. Как вы на... А теперь смотри, я тебе могу сейчас сказать, что вот это вот 57-25, вот там мне тоже чуть лоб не выехало. Смысл в том, что с вашей точки зрения, видео является самым лучшим доказательством, правильно? Что же подойти, что? С вашей точки зрения, видео является самым лучшим доказательством. Это объективно оно отвечает, что он прохождает. Человек может что-то сказать, что ты увеличить, не досказать и так далее. Правда, я понимал, я понимаю. Я правильно понимаю. Да, я тебе скажу, ты хочешь, если ты отдел мониторинга? Вы кому относитесь, если ты отдел мониторинга? Вы кому относитесь, если я хотел бы узнать? В каком райотделу? Это в Мишковой район. Я понял, каком райотделу вы... В Мишковой район, в Мишковой райотдел. Другие люди здесь не могут быть сейчас в этом районе. А я говорю, могут. Почему? Ну, потому что здесь залетные залетают. По закону здесь никто не может поступить, кроме законов. Я тебе объясняю, что в 251-й сказано о том, что бутики докон, а именно, что у тебя на фактичные данные есть. Теперь смотрите, мы не модулируем ситуацию. Трактора нету. Трактора нету. Пояснений нету. Но дедушка уже сидит в машине, и вы говорите, что мы модулируем ситуацию. Что значит? Модулируем ситуацию. Мы сейчас разговариваем о том, что является ли доказательством, вы говорите, показания свидетельства. Конечно, вы ему показали, дедушке показали, пояснению свидетельства. Если он признает свой вирод, это является, ну, пацан? Нет, это не является. 62-я, вот этот трактор? Это не является доказательством. 62-я. Пацаны, я что, не знаю, чем вы тут занимаетесь? Чем? Херню, бля... Ну, давай не будем, как... Ну, давай не будем. Такой, ни о чем он знает, правильно? Давай не будем. Говорите, о чем занимаемся, правильно? Ты просто, ну, вы дичь, тут... У вас даже совести нет, мужики. У вас у четверых здоровых лбов даже совести нет. Ладно, молодого бы кого-нибудь тут бы гасили. Я бы еще как-то, блядь, знаешь. И то, блядь, аварийку. Никто никого не гасил, на самом деле. Что он делал в машине? Еще раз, я тебе поясняю. Что значит... Подожди, стой, что он делал у тебя, ты сидел... А ты же приехал, нагнал жути и все. Какая же... Хотели составить протокол. Составить протокол? И ты хочешь сказать, ты бы без пояснения составил бы протокол? Нет, мы бы ждали тракта. А как ты говоришь, мы бы составили протокол. Вы бы составили протокол, а потом бы ждали, чтобы... Он хотел извинился, а мы уже его хотели отпустить. Если водитель тракова сказал, что там человека погнал, не было аварийной ситуации, то могла быть просто постанова за нарушение пролока. Пацаны, я видел, что вы долбились в четвером. Ну, я видел, что вы долбились. Вот тот же самый пример. Докажите мне обратно, я перед вами извинюсь. Зачем перед нами извиняться? Ну, и вы же говорите, что я тут ворвался, жути нагнал. Ты ничего плохого не делаешь. Да потому что я... Знаешь, чем минус? Вы любите всегда обижать слабых. Да ну, я тебе говорю, да. Ну, это, опять же, понимаешь, есть люди, которые чем-то недовольны, есть люди, которые чем-то довольны. Слышал. Здесь состоял пост. Мы, что бы, ваше п***нули. Я знаю. Я знаю. И давайте не будем не рассказывать о том, что вы здесь все такие святые. И кто этого не рассказывает. Что вы тут только ПДД именно. Кто этого тебе не рассказывает, что все святые такие же, как и вы. Никто из нас не святой. Никто из нас, ни в том числе, ни ты, ни я, ни его. Я святой. Вот я святой, понимаешь? Да. Да, я святой. Пускай будет так. А я нет. Ну, докажешь обратно, что я не святой. Вопрос-то нет. В какой смысле? Я не святой, и все дальше. Ты, если ты считаешь, что ты святой, мы это не будем обсуждать. Ну, не будем обсуждать. Это мы не докажем. Не вы не докажете. Не видео, не объяснение, нет. Не, а я докажу, когда у меня будет видео. Видео чего? Ну, что вы не святые. Я не спорю даже. Мне просто, знаете, меня зацепило то, что у вас есть дедушка. Дедушка, да. А ты, тем более, из мониторинга. Ты должен пресекать. Подождите, дедушка. А ты, наоборот, иди, дедушка водитель. И что теперь? Ну, то есть, вообще, как бы не смотреть, не останавливаться. Если ты видишь, что дедушка какой-то пожилой человек, то вообще вы не останавливались. Ну, поговорить, ишь, надо человеку. Поговорить, где в машине, рассказать о том, что лишение. Там где-то чуть инфаркт не был. В целом, такого не доводи. Ну, мы что, не понимаем, что... Так как раз не понимаете, блядь, 4 лба стоит. Блядь, попробуйте меня сейчас раскачать. Ну, попробуйте, блядь. На что? Такой, блядь, даже на постанову или на протокол. Ну, попробуй раскачать. Ну, мы послушаем. Что? Ну, мы же понимаем, о чем речь идет. Никто никого почитать тут не будет. Ну, так где-то, что вы пытались за создание аварийной обстановки? Что пытались? Составить протокол. Составить протокол. И что? Ничего. Ты думаешь, что там нормально было? Без доказательств. Еще раз объясняю, трактора не было. Пояснений не было. И вы бы ему составили протокол даже без всякого тракториста. Он в возрасте человек. На него к ним провели беседу. Смотри, когда будешь видео смотреть. Я в первую, я хорошо. Я эти слова, которые он, 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 он говорит. Вы сказали, что на него составляться должен был протокол. Сейчас ты говоришь, что он не должен был никакой. Причем здесь должен, не должен. С ним поговорили. Не может. Объяснили ему, что он нарушил, что за это предусмотрено нарушение. Создание аварийной, да? Объяснили ему. Ты подходишь, он говорит, полгода лишения. Правильно было? Ему объяснили, что за это вот это предусмотрено. И все. Дед в возрасте. Кто бы на него писал, что ли? А я думаю, писали. Подожди, он обгоняет на мосту. Покажи, покажи, покажи мне види. Я тебе говорю, сейчас встретит трактор, посмотришь. Давай, ждем трактор. Ждем трактор. Нет, подожди, ты сказал, что мы ждем трактора. Получается, вы балаболы. Я уже никого не жду. А чего? А что я буду кого-то ждать? А что, ну, снял. А ну, покажи мне. Пошли вместе, посмотри. Я знаю, это нахрен. Блядь, что вы тут разводите? Ну, нахер, ты начинаешь провоцировать. Я ни хера не могу понять. А кого провоцирует? Я вот не могу понять, блядь, какая сплошная, блядь. Ты хочешь сказать, что разметку 1-1 нельзя пересекать? Можно. Так а зачем вы тут, блядь, дичь терете? Я не могу понять. Смотри, я объясню. Разметка, разметка. Что ты мне хочешь объяснить? Что разметка что? Конечно, я сейчас подойду. Разметка что? Ну, разметка, может быть, не только. Сколько здесь процентов? Я не знаю, мало. Ты полицейский? Ты отдел мониторинга? Есть. Скажи, подожди, я перебью. А что, вы с РПП создали отдел мониторинга? Нет. А что у тебя написано мониторинг? Мы создали отдел мониторинг. Практически область. Ну да. Ну ты же к РПП не относишься? К РПП нет. А какой там мониторинг? Там же ж нет мониторинга. В каждом отделе есть судьба мониторинга. Есть там мониторинга. А ты на линию выезжаешь? Ну я не на линию, я с ними. Ты на линию выезжаешь? Нет, это не линия. Ты в патрулировании сейчас? Еще раз говорю, это не имеет. Скажи мне, а имеет? Нет. Имеет. Когда я буду наводить справки и буду писать жалобы, это будет иметь. Есть служба, есть отдел полиции, есть разные службы. Ты где должен находиться? Есть разные службы. В управлении, правильно? Нет. На линии. В каком управлении? Мне относится к управлению. В райотделе, хорошо. Мне относится к управлению. Райотдел. Райотдел. Ты должен там быть? В райотделе есть службы. У каждой службы есть разные задания. В том числе охрана общественного порядка. Есть такое. Линия это понятие немножко другое. Есть охрана общественного порядка. Вот я просто что хотел сказать? По поводу того, что все упираются в разметку. Нельзя пересекать. Есть нарушение разметки. А теперь подожди. Ты знаешь, что я говорю? Мне это неинтересно, знаешь почему? Потому что здесь разметки нету, раз. И знаков нету два. А я знаю, что только вот стоит. Какой знак? Вот. Знак 5-16. А при чем здесь 5-16? Я не то хочу сказать. А что ты мне хочешь рассказать? Я хочу сказать, что есть нарушение правил обгоня. Какой пункт? 14-й раздел. Пункт какой? 14-й раздел, 14-6 пункт. Познакомь меня, пожалуйста, с ним. Там есть перечень места, где запрещено обгонять. И там нигде не сказано про разметку. Там сказано, что запрещено обгонять на перекрестках, на мостах. Правильно. А теперь скажи мне, перекресток ездить? На данном месте. Вот выезд, это не заправка, не заправка. Это выезд прилегающей территории. Это заправка. Я говорю выезд прилегающей территории. А вот налево идет дорога, вон дома и дальше и так далее. Перекресток раз. Второй перекресток. Перед, напротив красной заправки тоже отсюда налево. То бишь, если даже разметки нет, то нельзя его обгонять, да? Это перекресток нельзя обгонять. Перекресток? Вот здесь вот микроавтобус, который... А чем ты будешь доказывать, что это перекресток? Микроавтобус, который обгонял, вот он обгонял, он заканчивал маневр на перекрестках. Он выехал навстречу перед перекрестком. Чем ты это можешь подтверждать? Это уже второй вопрос. Я просто говорю про... Да при чем у тебя второй вопрос? Значит, там пешеходный переход. Где? Ну вот знак синий, знак, вроде красная заправка. Пешеходный переход с обоих сторон. Согласно 14.6, там написано, что запрещено начинать обгон. Дружище, мне не нужно эту дищу втирать, понимаешь? Это водители, бля... Кто тебе сказал, что я плююсь? Только что, летела, что у меня. Ты уверен, что отменили? Ну так покажи, что отменили. Потом пошло. Ты начинаешь плююсь. А мне стоит уже снимать? Конечно, вот бодики должны быть. Чем? Бодики, бодикамеры должны быть. Бодикамеры, ты одел мониторинг? Да, бодикамеры. Я не слышал. Бодикамеры я тебе три раза сказал. Ну бодикамеры это бодика. Бодики это немножко другое. Бодики. Ну бля, бодибилдинги. Бодики это как бы... Ну можно обозначить бодибилдинги. Ну да, а может это бодибилдинги. Смотри, здоровые лбы какие-то. Бодики тоже называют. Да я же не знаю. Ну я не знаю. Это я говорю, что ты говоришь. Я не понимаю, что говоришь. Я еще раз говорю, есть нарушение правил обгона. Не относится к разметке. Разведка может быть, может не быть. На перекрестках знаков нет, чтобы перекрестить предупреждающий. Пешеходный переход есть. За 50 метров запрещено начинать обгон. Как мы будем доказать это живое дело? Я говорю нарушение. Главное остановить и развести, правильно? Ковод для ступки законный. А чем ты? Я знаю, что Конституционным судом есть разъяснение о том, что сотруднику полиции за оборону, но за понятый транспорезатик поездок. Есть обратное решение суда. А ну, обошли мне его. Есть обратное решение суда. А я тебя, слышите, если ты с отделом мониторинга, ты 718-й приказ знаешь? Какой? 718-й приказ знаешь? Ну, о чем? Еще не знаю. О чем? Мы же могут путать их от настрой. Ну, путать их от настрой. Есть закон о полиции, 20-я статья. Есть приказ. Хорошо, мы сейчас говорим о чем. А я тебе все сюда подбираю. Ты мне начинаешь рассказывать. Я говорю за повод для остановки, что он законный. А эти мне повод доебаться есть. За однострой. Вот ты как отдел мониторинга. Будешь реагировать или нет? Ну, хорошо. Что в 718-м приказе прописано про форму АУДИН? Что? А это не то грозор вообще. Я говорю, идет как раз о том. Ты мне говоришь, что есть перекресток, там запрещено обгонять. Но видео у нас нет. Есть повод для остановки. А у меня повод есть доебаться. Причина для остановки есть. Скажи, пожалуйста, а вам троим, вот троим конкретно, вам вот эти адики выдавали? Адидас, кроссовки называются. Но мы это отношения не имеем. Имеет. Как раз вы нарушаете 718-й приказ. Ну, пускай, я так не думаю. В смысле, это так можно? Я так не думаю. То бишь, приказы можно нарушать, правильно? Я так не думаю, что я нарушал школу. Ну, открой, ты одел мониторинг, покажи им, что в 718-м прописано. Мы должны с собой носить все. Ты обязан это знать. И сейчас там видишь, что... Обязан знать. Ну, нужно, да, ты должен. Ты должен носить с собой все книжки, приказы еще. Ну, я же ношу с собой. Вы можете носить вам. А я нет. Вы можете, а можете не носить. То бишь, ты реагировать не можешь? Вы можете, а можете нет. Понятно? Я говорю, я нашу и все. Вы можете, а можете, нет. Обязанности нету, правильно? У тебя обязанности нету. У вас нету. Носить с собой? Ты знать обязан. Носить с собой приказы? Обязан знать. Вы мне спросили про что? Проносить с собой. Я говорю, нет, не обязан. Ты не обязан знать? Носить не обязан. С собой приказы. Да забыли, блять, проносить. Ну, так забыли, о чем мы говорили. Ты обязан знать. Мы проговорили, сказали, я обязан, сказал, нет, не обязан. Ты обязан знать. Носить не обязан. Блять, ну не носи, обязан знать. Что ты, блять, как попугай, каркай. я не могу понять ты будешь реагировать или нет просто тупые разводил и пацаны не стыдно вам не стыдно я вот не могу понять друзья вот еще очередной раз подтверждает того что полицейские форме говорят не карательный уровень четыре лба романы здоровы хотели развести дедушку на то что якобы создал аварийную ситуацию но вы слышали о чем была речь поэтому будем писать на этих иродов жалобы чтобы отреагировать тут у них еще окажется есть мониторинг он тоже ни хера не действует на мониторинг мы тоже напишем что-то змеевские вообще охерели немножко кошмарят людей бедный поэтому вы знаете что делать ставим лайки подписываемся на канал они себя увидят тоже в кадре все пока